Для наращивания экспортных потоков и привлечения инвестиций в ЕАЭС в следующем году появится перестраховочная компания. Принципиальное решение, что такой структуре быть, принялись сегодня в Кыргызстане на Межправсовете. Беларусь настаивает и на активной кооперации, призывая переходить от слов к делу и создавать собственные бренды. Под новые товары ищут финансы и уже на следующей встрече премьеров пятерки обещают четко определить источники финансирования. Заверяя, что идеи проектов достаточно. Также Беларусь призывает коллег по ЕАЭС принять стратегию биологической безопасности. И не исключает, что ведутся исследования в области бактериологических угроз, которые могут быть применены в военных целях. О работе Евразийского форума на уровне премьеров Светлана Лукинюк. Нынешнее лето в Евразийском Союзе выдалось активным. В июне главы правительств встречались в Минске, а в конце августа здесь Пчулпоната. Этот небольшой городок в Кыргызстане на берегу легендарного озера Иссыкуль раз в год становится центром больших решений пяти стран. То, что интеграции быть сомнений нет. Нынешняя мировая турбулентность с санкциями и давлением подталкивает экономические союзы становиться сильнее, быть технологически и импорта независимыми. Укрепит союз и снятие барьеров. Их видят, и это уже движение вперед. Ведь правила свободного передвижения товаров и услуг должны быть четкими и понятными. Накануне белорусы предложили свой проект «Евразийский электробус». У стран есть научные школы и производственные мощности. Их объединение даст новый совместный продукт. Это то самое импортозамещение. В целом кооперацию обсуждали сегодня на седании Межправсовета в расширенном формате. С точки зрения финансовой подпитки решение найдено. Премьер-министры согласились и придали нам поручение искать новые источники финансирования промышленной кооперации. Это, я скажу, системное решение должно быть. Это не то, что какой-то пилотный проект один, второй, третий, что безусловно важны. Но системно решать проблемы промышленной кооперации, из каких источников и каким образом должна финансироваться промышленная кооперация. И до конца года мы на их обсуждение предоставим наработки, какие источники мы видим для финансирования промышленной кооперации. В помощь кооперационным проектам Евразийская перестраховочная компания. Она и для ускорения экспорта, и привлечения инвестиций. Уставной фонд 40% от России, 30% Беларусь, 20% Казахстан и по 5% Армения и Кыргызстан. Доли определили по объемам торговли на общем рынке ЕАЭС. Этот проект очень выгоден для наших производителей. Ранее риски страховали на Западе, но после введения санкций страховые премии будет получать Евразийская организация. Не секрет, что и стоимость кредита, а иногда и сам факт выдачи кредита напрямую зависит от оценки риска. Если такая крупная структура берет эти риски на себя, то, конечно, любая финансирующая организация охотнее идет на сотрудничество. И здесь открываются совершенно новые возможности. Думаю, что первый полис компания вполне может выдать уже в начале 2023 года. Развитие транспортных коридоров – это скорость перемещения товаров, комфортный транзит и современная инфраструктура. Мы в этот список проектов включили свои ветки, которые будут вливаться евразийские с выходом на восток. От Республики Беларусь вошло два коридора. Это М1 дорога, которая очень серьезная транспортная артерия. И Кобрин, Гомель и дальше в Российскую Федерацию вот эта часть дороги. Мы планируем дальше в страны ЕАЭС. Ну и великий китайский шелковый путь. Это нам важно, поскольку мы должны ускорять движение товаров на пространстве ЕАЭС. В целом диалог в Кыргызстане был достаточно предметным и где-то даже острым. Обсуждали и неудобные вопросы, искали консенсус. Ведь выгоды очевидны. Вот только один пример. Благодаря партнерству ЕАЭС и СНГ наши грузоперевозки через эти рынки выросли от полутора до трех раз. Я считаю то, что мы очень предметно и четко акцентировали позицию Беларуси в отношении дальнейших путей развития Союза. Мы говорили о том, что, наверное, этап такой вот уже барьеров, борьбы с барьерами, с препятствиями к свободной торговле, он уже заканчивается. Да, остались какие-то очень чувствительные позиции для каждой из стран. Но большинство завалов мы разгребли. Фактически рынок свободной торговли, он функционирует. То есть и свобода движения товаров, и капиталов, и людей, и услуг создан. За 7-8 лет Союза мы как бы выполнили первую задачу. Мы должны уходить от торгового Союза к Союзу экономическому, промышленному и так далее. Межправсовет – это и хорошая возможность обсудить сотрудничество с коллегами Тет-Атет. Сегодня с Узбекистаном. Страна-наблюдатель в ЕАЭС и наш торговый партнер. За 6 месяцев года с ним наторговали на 200 миллионов долларов. Но важно, есть новые проекты, а значит и точки роста. Новые ориентиры и на белорусско-российском векторе. Уже согласован перечень всех 14 совместных импортозамещающих проектов на 1,5 миллиарда долларов. Почти готовы и бизнес-планы. Активен транзит через северные порты, выходим и на южные. Обсуждали и подходы к установлению цен на энергоносители на следующий год. Наш традиционный вопрос. Но видите, я сегодня в хорошем настроении. Так что и результаты переговоров по этим вопросам тоже были достаточно успешны. Но мы их коммерчески финализируем в ближайшее время. Тем не менее, конечно, поддержка со стороны Российской Федерации в этих вопросах имеется. Челпон АТА в эти дни и форум молодежных стран СНГ и ЕАЭС. Это будущее объединений, и оно горит желанием воплотить свои идеи для взаимного развития экономики. И, к слову, готовы к ним прислушаться и старшие коллеги, которые сегодня двигают интеграцию. В следующий раз межправсовет соберется до конца года в Ереване. Светлана Лукьянюк, Алексей Юнош и Сергей Волынец. Агентство теленовостей из Кыргызстана.